Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! Мы продолжаем играть в игру Судный день! Так, следующий проект. Постройте город, который никогда не отдыхает. В следующей большой игре от Suncrash. Зарегистрируйтесь, чтобы первым узнать о нашей следующей игре. Так, ну это понятно, всё. Так, ребята, у нас обновление, Хэллоуин. Ну это как раз, кстати, у нас же игра про войну с демонами, да? И Хэллоуин здесь как нельзя кстати подходит к этой игре. Ну что же, ребятушки, давайте, наверное, уже приступать, как говорится. Меньше слов, да больше дела. Ух, естественно, продолжить, ребят, продолжим. Так, ну что, я буду тогда, ребята, наверное, со стычки начинать. Во время разведки Минотавр неожиданно посвещались. Это ерунда, ребят. С Минотаврами мы с вами быстренько справимся. Это ерунда для нас. Так, отлично. Как вы помните, я шёл, ребята, на базу. Я шёл на базу, я до сих пор на неё иду, но я не пойду туда. Потому что в прошлый раз мы проиграли. Мы слишком слабенькие оказались. И я просто делаю отворот-поворот. Всё, мы туда не идём с вами. Нам нужно развиваться, укрепляться и всё тому подобное. Так что без вариантов пока, ребята. Так, ну что мы, что мы идём-то как в штаны наложившие. Давайте бегите радостные на базу, что хоть ещё один день увидите солнце и луну и так далее и так подобное. Так, всё-всё-всё-всё-всё. Скорость уменьшаем. Так, ну что, заходим на базу. И смотрим, ребятушки, смотрим. У нас, ну, у нас много леса. Это хорошо. Лес у нас, по крайней мере, есть. Так, тут у нас засадки леса идут. Пускай всё так и будет. Отлично. Что нам нужно. Смотрим, ребята. По идее, по идее у нас плохо всё. Очень плохо. Давайте-ка тогда мы зайдём, наверное, в приоритеты. И нет, 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 нет. Нам нужны приоритеты. Так, подожди, задание. Это расплата. Это понятно. Офигеть. Как же я всё позабыл, ребята, а? Враги приближаются. Ммм. Вот оно даже как. Так, кто-то уровень получил у меня. И это у меня Юля, академик. Давай мы изучим ей. Так, может экипировать редкое механическое оружие. Да, пускай будет так. Воин техник. Броню или оружие? Давай, наверное, редкую броню. Так. Слушайте, я уже, ребят, забыл, как у нас делать приоритеты. Так, приоритеты. Вот они у нас. Смотрим, что у нас идёт на добычу или изготовку еды. Здравствуйте, приплыли. Что, вообще никого, что ли? Фермерство. Нет, ну производство есть, есть. Я ничего не говорю. Давай вот так вот сделаем. Так, и значит, что там нам написали враги, да? Враги скоро появятся здесь. Поэтому нам нужно всех, ребята, объединить и собрать. Так, ой-ёй-ёй-ёй. Как они тут у меня разбрелись-то все? Слушай, так не катит, ребята. Как мне их всех собрать-то? Как мне их всех в кучу объединить? Давайте вот так вот и немножко скорость прибавим. Всё, вот так вот. И куда бы нам? Вот сюда, наверное, в это здание. Пускай они здесь у нас будут стоять. Ну, как, ребята, практика показала, что это всё бесполезно, да? Эти враги пойдут. Нас, естественно, тут будут по-чёрному колбасить. Ну, да ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас, ребята, по технологиям. Производство. Нет, это не то. Приоритеты это всё понятно. Кстати, приоритеты. Приоритеты нужно... Все сейчас на еду ставить, ребят. Потому что её очень мало. Её очень мало. Так, что там опять? Так, выжившие изнурённые, да? И хотят спать. Ну, это понятно, ребят. Так, исследования. Поехали. Давай смотреть, что у нас по производству. Так, ну, это горное дело, это понятно. Механизмы. Что для этого нужно? Нам надо... Ха! 2160 науки. Ёпресеты, сколько нам ещё копить придётся. Давай глянем, что у нас по оружию. Релисатрон. Так, оружие из тыквы? Оружие из тыквы? Вот это, ребята, новое. Что-то это, видимо, хэллоуинский прикол. Так, научные очки. Меч и леденец. И тыквенная граната. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, контроль толпы. Это жезл оглушения. Оглушитель и щит повстанца. Бой в городе. Дробовик. Боевой, причём кислотный. Дротикострел. Тяжёлые винтовки, блин. Пятидесятый калибр. Ох, винтовочки, винтовки. Они у нас есть, ребят, но... Я не знаю, вот... Боевый лук. Замораживающий луч. Так, тут понятна винтовка. Вот, вот это вот я хотел, ребят. Управляемая винтовка. Но для этого вы посмотрите, сколько нужно науки. Плюс нужно изучить ближний бой. И для этого нам нужен чип с данными. Который так, мутный... А, торговцы пришли. И для этого нам нужен чип, ребята. Это чип, как вы помните, практически... Ну, сейчас, в данный момент, мне достать нереально. Давай посмотрим, что здесь. Друиды. Понятно, это костюм друида. Так, исследование души. Что это дает? Амулет. Умертворение. Ересь какая-то стопудово. Так, проклятый пулемет. Доспехи душ. Так, благословение Паладина. Тут броня у нас. И опять же нужен чип. Что б его? По ритуалам давай глянем. Так, реликварий. Так, режим обороны. Да, включаем режим обороны. Пускай наши ребятульки отправляются, как говорится, по своим норам. Я посмотрю. Никого мы с вами не пропустили. Потому что, когда уже начнется заваруха, будет поздно. Кого-то тут убирать, смотреть. Я боюсь, они не успеют у нас добежать. Вот эти вот особенно, да? Кто тут? Юля и Том с Максом. Они, наверное, останутся здесь. Придется их самим уже уводить. Так, вот этих ребят можно вот сюда, в принципе, убрать. Нечего, как говорится, всем в одном здании-то стоять. Так, Юль, ты успеешь дойти, нет? Что-то как-то я немножко сомневаюсь. Ну, и все зависит от того, ребята, кто на нас сейчас будет нападать. Да, готово. Ой, тут, ребята, кто-то у меня отца. А, это Юля. Так, ну что, кто идет? Смотрим, ребят. Блин, как вот это все отвлекает меня, если честно. Так, смотрим. Картанахе иду, да? Ладно, с картанахом еду. Оу-оу-оу-оу, Юля, Юля, тихо-тихо-тихо-тихо, Юлечка. Так, идет Легион. Идет Легион. Ладно, с передними мы еще врагами справимся. А вот кто идет с тылов? Призраки, картанахи. Там кто у нас? Падший ангел. Падший ангел это плохо, ребята. Давай мы, наверное, падшего ангела будем валить. Потому что он тут может расстрелять всех моих ребят. Так, ну что, здесь справились. Вот, ребята, последний. Это у нас Легионы. Легионы пруд. Давай вот так вот мы сюда встанем. Ну и будем, естественно, их бомбить. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Если они сейчас внутрь зайдут, будет плохо. Но, по всей видимости, нет, они не успеют, ребята. Отлично. Блин, вот это, конечно, немножко раздражает, что я поставил производство леса. Вот это вот все. Это очень, так сказать, глаз режет. Ну что же, мы с вами отбили волну. Ну и давайте, наверное, так. У нас... Слушайте, а у нас так. Вблизи нашей базы были обнаружены демоны. Так, стойкость, уклонение, автоматическое оружие. Так, давай-ка вот так вот мы с вами сделаем, да? Автоматическое оружие. А, еще можем даже. И уклонение. Да, уклонение. 3%. Так, хорошо. Давайте посмотрим, где у нас демоны здесь находятся. Где они? Вот они меня обнаружили. Минотавры вперед. Зададим им трепку. Давай, моментально добегаем. Разносим. Для чего это делается, ребят, напомню. Если мы проигнорируем этих демонов, то они потом, как бы вам сказать, обнаруживают нашу базу и на нее идут более сильные враги. Поэтому выгоднее убить вот этих вот малышей, которые здесь находятся, чем потом драться с целой армией демонов. Так, тихо, 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 тихо. Так, картонах. А там-то кто? Я не могу понять. Ангел. Ангел упал. И это все, ребята, благодаря нашим снайперам. Снайперы и эсэмперы. Вы видите, у них радиус обзора просто колоссальный. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, Юля, отойди, отойди. У тебя мало здоровья. Есть. Фух. Нормуль. Без потерь, ребят. Без потерь мы с вами прошли. Все, возвращаем их, естественно, домой. Так, а мне надо все-таки, блин, призадуматься. Что же нам сделать в плане воды, в плане еды? Еды нет, ребят. Она как бы у нас стоит на уровне 600, но этого очень мало. Мало ли там чего. Какая-нибудь оборона или засада, где нам надо будет долго без еды продержаться. Мы не выстоим. Да и лес, что-то я смотрю, никто особо. А нет, пошли посадки, пошли. Лина начала сажать. Так, ну, Георгий просто ходит так. Вот это я, конечно, зря вокруг. Вокруг своих огородов лес тут понатыкал. Так, а я же могу как-то это дело так же отменить. Так, ну-ка. Погоди-ка, погоди-ка. Это как-то можно... Можно же отменить. А ну-ка. Что, только по одному, что ли, я могу отменить? А целиком? Нет, ребята, не могу вот так вот взять, чтобы, например, вот этот вот участок и отменить. Могу только один кубик убрать. Обидно, конечно. Так, ладно, смотрим теперь, ребята, что у нас по науке. Кто у нас сидит на науках? Так, здесь есть, я вижу, роз. Так, Дебора у нас на темном оккультных очках сидит. Так, Сиф, что у нас делает Сиф? Так, смотрите, Бона тоже сидит. Док. В принципе, ребята пыхтят. Пыхтят над очками, ребята, ничего не могу сказать. Но как-то кисленько. Нам, знаете, что надо сделать? Нам, скорее всего, нужно провести ритуал, который нам ускорит изучение. Так, это где же он? Все, будем, ребята, вспоминать. Так, вот, скорость исследования. Для этого нужна пшеница. У нас с пшеницей проблема. Вот, что я вспомнил, ребята, точно. Так, слушайте, нужно нам срочно заглянуть в приоритеты и посмотреть, кто у нас вообще занимается огородами. Огородами у нас, по-моему... Так, фермерство, фермерство. Почему оно на последнем месте, я не понимаю. Давай на первое место поставим. Желательно лучше вот так вот сделать. Так, оккультные очки. Оккультные очки, ребята, это все, конечно, хорошо. Но если у нас будет большая проблема с едой, то извините. Так, тут у нас научные исследования. Все это понятно. Этот у нас лесом занимается. Водой, водой уже все, хорошо заниматься водой, потому что и так уже перебор там за 6 тысяч, по-моему, воды у нас. Так, этот лесом. Это оккультные очки. Давай вот так вот мы сделаем. Лучше ты будешь на производстве находиться у нас. Грек. И опять же научные исследования. Ну, вот так вот. Мне главное, ребята, сейчас выровняться. Какого фикуса ты? Что делать-то здесь? Продолжить. Мне нужно выровняться по еде, по огородам по нашим, потому что пшено, точнее зерно, не растет, соответственно, мы не можем с вами ни хлеба, ничего сделать, ни водку выгнать. Поняли, да, к чему речь? Даже несмотря на то, что у нас тут с вами какие-то там помидоры или еще там что-то есть. Кстати, я помидоров тоже, между прочим, не особо-то вижу, чтобы они у нас росли. Все очень как-то медленно. Ладно, еда вроде бы по чуть-чуть стала прибавляться. По чуть-чуть, ребята. Ну, воды, конечно, у нас просто 6 тысяч с лишним. Почти 7. Так, ладно, не будем мы отвлекаться с вами. Давайте сделаем сделаем ритуал, а потом начнем потихонечку, наверное, делать технологии. Нам поможет в этом еще, знаете что? Очень хорошо помогает дождь. Вот, ребята, дождь. На дождь у нас хватает. Пускай идет кто-нибудь займется этим ритуалом, потому что дождь, он поливает, соответственно, у нас быстрее растет урожай, быстрее растут деревья. В общем, все как в реальной жизни. Так. Обнаружение выживших пока меня нисколько не интересует. У нас народу пока хватает. Так, запрос ресурсов. Согласиться помочь. Братуха, не могу, потому что у меня нет меди для тебя. Придется отменить. Так, что? Что такое? Ну да. Это у нас кто? Это у нас опять поселение Муравейник. Клянчит. Ясно. Так, здесь у нас поиск камня, глины, алюминия. Алюминия. Так, пускай будет алюминия. Здесь у нас что? Изгнание зла. Так, отгоняет злые силы от вашей колонии. Заметность базы минус 25%. Это, кстати, очень хорошо. Тем более, что тут требуется? Да ничего такого сверхъестественного. Я думаю, что надо сделать. Так, тут у нас, ну это понятно, это переработка. Вот, нам еще нужно, ребята, как-то с вами силу духа. Потребление пищи, как вы помните, минус 30%. Мы на этом с вами колоссально выживали, потому что они не едят, соответственно. У нас успевала накопиться пища. Вот, но опять же, как видим, проблема в пшенице. Может быть, нам с вами сделать побольше огородов? Ну, я же вроде бы в тот раз сделал достаточно огородиков именно с пшеницей. Так, у нас тут все валяется, алюминий заброшен, просто металлургия завяла. Нифига, как они тут быстро вырубили лес. Вот, кстати, здесь можно построить и огородики. Как вы думаете, да, ребят? Я думаю, что никто не будет против, учитывая наши обстоятельства, как мы страдаем. Огороды будут самые... О, тыквенная ферма, ребята, для выращивания... Это, кстати, новенькое что-то у нас. Так, поликультурная ферма. Это у нас было, да? Севообороты овощей, пшеницы и трав для более эффективного сельского хозяйства. А что мы получаем-то в результате? Я не понял. Тут понятно, а вот... Так, ладно, делаем, ребята, с вами тыквенные фермы. Ни разу у нас не было, это новенькое. Поэтому, естественно, будем производить. А там, может быть, тыквенную кашу или еще что-нибудь. Может, какой-то... Хоть какая-то замена, извините меня, пшеницы. Так, а что нужно? Кирпичи, да? Понятно. Так, давай посмотрим, что может быть еще что-то новенькое здесь. Все-таки обновление было. Ох ты! Может быть, мы сможем отпугнуть демонов? Декорация укрытия 50. Ребят, смотрите. Котел ведьмы. Вы не хотите знать, что здесь варится. Декорация. А, это все декорация у нас, да, ребята? Декорация. Так, строительство, декорация, исследование, отжим масла. Здесь тоже исследование, отжим масла. Ну, то есть, это просто, ребята, получается, как для красоты. Никакой ценности это не несет, но если у нас вдруг, ребята, будут лишние ресурсы, конечно же, поставим, посмотрим, что это такое. Так, ребята, мы с вами вызвали дождь. Значит, сейчас у нас все будет расти, как на дрожжах. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас еще можно такое сделать, чтобы нам помогло. Так, мутация души это нам не нужно. Призраков призывать нам тоже не надо. Так, это что-то там ритуал? Не помню, какой я там заказывал уже. Так, а что у нас по кирпичам? Кирпичи кто-нибудь вообще делает у нас, а? Занимается этим делом? Или он... А, кирпичи, да-да-да-да-да, глина. У нас проблемы, ребята, с глиной. А каких, блин, кирпичах вообще? Так, запрос ресурсов. До вас дошли слухи, что в поселении Муравейник настал тяжелый период. Им удалось выжить, однако им потребуется некоторое время, чтобы восстановиться и снова торговать. Они сильно расстроены, что вы не захотели помочь, и теперь гораздо меньше вам доверяют. Ага. Я им, главное, выслал бы, да, там меди, фигеди, а они бы мне... А, ребята, вот глина. А вот и глинушка. Так, срочно создаем задачи, ребята. Че-то я уже... Хе-хе. И забыл, как это делать-то. Так, добыча глины. Добыча глины и добыча глины. Ну, не так уж, конечно, много, но хоть что-то, ребята, чем вообще ничего. Августа. О, ребят, смотрите, помидорчики начали расти, пшеница подросла, то есть, возможно, возможно, мы сейчас с вами и выкарабкаемся из этого, как говорится, кризиса. Так, ну, до кровавых рубинов я еще не дожил, точнее, я еще их даже как бы не развил. Так, это что у нас такое? Ах, да, да, тут у нас души павших товарищей лежат. Так, ну что, не могу, не могу, ребята, еще сделать. Нужно кирпичей, причем, дофигища нужно кирпичей. А кирпичами у меня, по-моему, никто не занимается, потому что глины нету, когда глина прибудет. Ой, короче, это долгая песня, давайте немножко ускоримся, в конце концов, чтобы с вами, как тараканы-то. Так, пошло, там употребляют, изготовляют, тут делают, тут съедают, в общем, все как нужно. Давай, 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 пыхти там, колдуй, колдуй. Так, что она делает? Ага, Макс начал все-таки исследование. Я, по-моему, сюда алюминий, да, на исследование поставил, залежи алюминия, пускай ищет. Так, дождик еще идет, длительность 225 еще, ну, прилично, прилично. Так, что это у нас такое? Заметность базы минус 25 процентов, отлично, базу нашу не так заметно уже. Так, аура скрытости, ну, это понятно, сила их атак уменьшается, вот это, кстати, неплохо иметь, ребята, на тот случай, когда уже демоны подходят, защитную ауру включаешь, и, видите, сила вражеской атаки на 20 процентов меньше. Вообще великолепно. Так, ну что, мы с вами уже заработали 1122 науки, давайте хотя бы мельком глянем, что можем. Так, в основах-то, кстати, что у нас? Мы в основах не смотрели, кстати, сигналы фигни, это все итальянская кухня. О, кстати, да, ребята, итальянская кухня, почему, почему я это как-то проигнорировал? Так, тут у нас кислота. Слушайте, а красный дьявол, мы с вами кому-то одевали такую броню? А ну-ка, дайте-ка я дурной знак. Черные тучи закрыли ночное небо и мягкое свечение луны едва пробивалось через разрывы между облаками, тускло освещая окрестностей. Темнота была почти кромешная. Вдруг темно-красная комета прочертила небо, окрашивая ее в густой багряный цвет. Поминуясь какому-то чудовищному колдосу, луна стала красной и зловеще засветилась. Страшные демонические вопли раздались в ночной тишине. Казалось, будто происходящее придало им необычайную мощь. Так, вы пытаетесь выяснить причины появления красной луны и ее влияния на демонов. Аккультных очков пока не хватает у меня. Черт тебя подери! Блин. Ладно, надеюсь, это нам никак не аукнется. О, ребята, наконец-то, наконец-то, смотрите, у нас с едой пошло, пошло в плюсик. Вода, конечно, падает потихоньку, но еда растет и это хороший знак. Помидорчики тут собирает у нас Дэвид. Почему никто не собирает глину? А? Давай глянем, кто у нас там? Это у нас глина идет как по производству, так? Да, по производству. Нет, это не производство, ребят, это, по-моему, как копать, 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 копать камни и глину. Да-да-да, никого нету. Вот, 100%. Анна сейчас у нас пойдет этим делом заниматься. Так, кто еще? Еще давайте посмотрим, кто у нас еще хорошо умеет копать. Здесь 30%, тоже неплохо, в принципе. 25%, но он занят, извините меня, фермами. Фермами, фермами. Так, лес рубит. Зачем нам сейчас, зачем нам сейчас рубить лес? По идее, не нужно. Нет, пускай остается. Понадобится все равно, ребят, в ближайшее время лес. Так, ну что, пока все. Вроде бы настроено все отлично. Обалдеть, 160% у Макса и это по лесу я имею ввиду, и 160% у Тома. Я думаю, тут, наверное, одного дровосека достаточно за глаза, чтобы просто вырубать лес с корнями. Давайте мы, наверное, вот здесь вот Максу поменяем. Пускай он будет копать глину. Она нам нужна. Еще раз повторю. Так, торговец, мутная компашка прискакала. Так, а здесь что у нас? Дурной знак. Дурной знак. Я могу, ребята? Сила вражеской атаки на 30% увеличена. Вы представляете? Ну что, торговец, давай глянем, что ты тут нам... Так, это мое, да? Это торговца. Угу. Так, проклятие Марии. Выберите выжившего и прочтите для получения навыка проклятия Марии. Способность чара, дальность 10. И что она делает-то, е-мое? Скорость атаки минус 50%, точность минус 50%. Понял. Короче, это проклятие. Сколько стоит? Сколько, сколько? Блин, подожди, не понял я. Что мы можем приложить? Ну давай попробуем вот так вот. О, пошло дело. Так, давай-ка, это у нас лазерная винтовка, паяльная лампа, бесчувственница, ледяная граната. Это все как-то не то, ребята. Вот, вот это вот надо. С точков исследования при открытии. Вот это вот записки академика пригодятся нам. Так, давай, наверное, мы с вами бинокль отдадим один. И что еще мы можем такого отдать? Куртку вот эту, зачем она нам нужна? Она нам не нужна и даром. Так, и все что ли? Больше ничего? Так, это что такое? Сообщение в бутылке? А, мы можем, смотрите, найти выжившего. Ха, я не знал, что у нас такое есть. Так, и что же я могу? Так, это у нас камень, камень, а это лекарство, лекарства тоже пригодятся. Блин, да мне даже нечего, ребята, ему отдать. Ну давай арбалет. Все, торг. Согласился? Отлично. Так, склад колонии, давайте использовать. Так, получит 100 очков исследования при открытии. Кого мы будем, ребята, с вами? Так, Люси, Люси слабенькая, давай-ка ей, наверное, отлично. Уровень получила. Так, выберите выжившее, для сброса всех навыков не надо, а вот проклятие надо, наверное, изучить ей. Так, ну-ка, посмотрим. Анна у нас получает уровень, и это уклонение. Уклонение и скорость патрулирования. Конечно, будем уклонение, ребят, зачем нам патрулирование? Я вообще не знаю, какой-то бесполезный этот навык. Дурной знак. Все, давайте сделаем. Выжившие нашли в одном из старых манускриптов упоминание кровавой луны, а также описание древнего религиозного ритуала, признанного защититься от нее. Из описания выходило, что после проведения ритуала луна должна была обрести свой естественный блинный свет, а дьявольские вопли немедленно прекратить, прекратиться, и все должно вернуться в норму. Так, мы с вами получаем 25 демонита. Отлично. Так, торгаши, уходите, что такое эссенция ада остается после убийства сильных демонов. Ху-ху-ху! кремний, блин, нифига кремний, батарейки, я хочу что-то, ребята, изучить себе, изучить хочу себе что-нибудь, ядрен батон. Так, производство волокна, хлопковая ферма, это хорошо, конечно. Ох ты, титановая броня, ребят, представляете, титановая, и бункер можно будет строить. Так, вычислительный комплекс, ёпп, это сколько мне? Так, короче, изучаю, ребята, я кислоту, но, а, какой изучаю, мне еще не хватает даже. сигналы. Так, здесь, здесь нам нужны два диска исследований, ребят, чтобы я мог изучить механизмы стекловарения и силовые поля. Генератор силового поля. Интересно, что это будет давать нам, а? И вот здесь уже открываются кровавые рубины. Там уже пошли накидка-невидимка. энергетический отражатель. Генератор щита. Блин, кристальный страшный. Блин, вот это вот надо, ребят, вот хоть вот эту вот ветку полностью изучить бы нам, да? Я думаю, было бы, ну, чип с данными. Две штуки, тут одна. Так, короче, данные исследования нам нужно найти. Сейчас посмотрим, где это у нас дело находится, и нам, скорее всего, нужно, ребята, с вами заполучить. А карта еще ядрё на вошь, еще звездец, сколько тут открывать, бродить. Так, ну, где у нас эти диски с исследованиями? Давайте поиск предметов. Так, уровень кто-то получил. Ну-ка, посмотрим. Стрельба. Снайпер. Может экипровать снайперские винтовки. Вот это хорошо, ребята. Дальность. Не, давай-ка вот так вот мы сделаем. Так, ну что, давайте отсортируем, да? Где у нас эти диски? Вот они, диски. На каких местах? Посмотрим, ребят. Вот здесь. Здесь у нас что за демоны? Мараксы, блин, падшие ангелы. Её коломоны. Ну, картанахи меня уже как-то не особо пугают с церберами. А вот Мараксы и падшие ангелы до сих пор еще могут нам накатить люлей. Требуется помощь. Черт подери. Ребята, я все-таки пойду за выжившей схожу. Можете меня ругать, хаять, а я попробую ее спасти. в любом случае мы ничего не теряем, кроме как лишний раз перезаписаться. Фух, ага, я вижу даже, вот он, о, рядышком совсем. Слушайте, это ж круто. Это нам повезло, можно так сказать. И еще, знаете, что я хочу изобрести? Ну, не изобрести, а исследовать. Эти турели. Для которых, я как понял, люди совсем не нужны, то есть они будут сами по себе, видимо, стрелять. Так, ну что, где, 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 где демоны? Так, давай, открывай. Снайперы должны, в принципе, ребята, все здесь отлично сделать. Воу-воу-воу, лечи, лечи, ребята. Надо сносить этих лечей. Так, хизер. Давай-ка ты употребишь. Вот. А что это дает у нас дальность и скорость атаки? Дальность и скорость атаки, это замечательно. Док, похиляй. Ну, где, где, где они? Вот, вон, леч, леч летит. Ну, хизер, бомбанул, молодец. Слушай, а что, подшагил такой крутой, что ли, я не могу понять? Во, видел как снайперок бомбит. Мы еще вот так вот сделаем. Так, погоди, опять что ли там кто-то идет? Легион там что-то шоркается, непонятно, что он делает. Воу-воу-воу-воу, опять леч. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, леч упал, картонах сейчас тоже упадет. Идут легионеры. Ну, они пока дойдут, ребят, мы их разберем. Слушайте, довольно сейчас вот мы уверенно держимся, да? Ну, у нас видена такая еще, знаете, как вам сказать, положение. Оп, спас, спас, ребята, где, где, где этот выход? Вот он. Погнали отсюда, нафиг. Один выживший нам не помешает. Его звать, блин, Дмитрий, где? Кто? Слышу звук, но не вижу, где они? Может быть, мы успеем все-таки выбежать отсюда? Так, давай, 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 родные, вот сюда идем. Вот, место дислокации. Ну? Так, а спасли мы... Погоди, а что... Выход, ну? Что за ересь-то? Почему не можем выйти-то? Ёпросто, сколько тут идет этих легионов-то? Так, Дебора. Дебора выдержит, выдержит, родная моя. Я не понял, почему... Почему мы не можем выйти? Что за фига? Да, вот, вот так надо. Побег. Расплата. Атакуйте замок рекрутов. Нет, не хочу я нифига, пока, пока никого не надо. Вот, мы спасли с вами Дмитрия. Кто у нас такой Дмитрий? Сейчас мы, ребятушки, с вами на базе-то и проверим, кто он, кто он и что он вообще может. Давайте, бегите на базу. Быстренько, как говорится. Все, отлично. Давайте глянем, что из себя представляет Дмитрий. Так, где это у нас? Вот он. Давай посмотрим, во-первых, твои навыки. навыки у тебя не айс, не айс. Что у тебя в развитии? Давай посмотрим. Дмитрий, у него, короче, обыск 40%. И все? И все, на что ты способен? Это вот обыск 40%? Дим, ну ты меня расстраиваешь, если честно. Ты меня очень расстраиваешь. Мне, как бы, не особо такие ребятушки нужны. Так, выбрать оружие. Что тебе взять? Давай узи, наверное, тебе поставим, да? Из броника. Откуда у меня реактивная броня? Слушай, откуда у меня реактивная броня? Так, реактивную броню надо нам поставить кому-то другому. Даже хотя бы, стэну не будем ставить. Так, давай-ка сравним. Слушай, здесь просто здоровье 160, да? И уклонение 50, защиты 9. То есть, особого, как бы вам сказать, преимущества нету в ней. Так, дьявольское топливо. Субстанция при употреблении внутрь, дающая огромные краткосрочные возможности. Побочный эффект неизвестный. Так, смотрите, длительность 20 секунд, уклонение плюс 10%, скорость атаки 13%, урон 12%, защита 10%. А что мы за это получим, никому неизвестно. Поэтому просто возьмем с вами медика. Набор медика, да. Вот так вот, все. пока все на этом. Воу, скоро, ребята, уже будет 2000 науки у нас, и, соответственно, мы сможем уже что-то солидное с вами изучить. Так, давайте немножечко ускоримся, потому что слишком медленно они ходят. лесом, я так понимаю, никто не занимается, да? Лес никто не сажает. Смотрите-ка, Глеб даже начал добычу, добычу минералов. Что это на него вдруг снизошло? Видимо, обрадовался, что еды начало прибывать. Так, а мы с вами еще разочек сделаем, наверное, дождик. Обязательно. И, знаете, что вот это вот сила духа. О, ребята, смотрите. Это просто чудо какое-то, ребята. Пшеница пошла, понимаете? Пошла пшеница родная наша. Тогда мы с вами еще сделаем запрос помощи. опять муравейник. Да не надо мне от вас ничего. Давайте мы тогда еще с вами святолечение нам не нужно. Это понятно, база. Так, камень, вот глины. Месторождение глины надо нам найти с вами, потому что ее крайне мало у нас. Слушайте, а почему никто не эту не делает у нас тыквенные поля? Ай, точно, ребята. Так, враги приближаются. Они идут в мою сторону еще, к тому же. Хм. Ну, ладно. Хорошо, ребят. Вы же прекрасно знаете, что я этого просто так не спущу. Не спущу на самотек. И, естественно, мой отряд минотавров будет их атаковать первыми. Я надеюсь, они у меня там успели отхилиться и так далее, и тому подобное. левел ап кто-то получил отлично. Левел ап это хорошо. Так, ну что, ребятушки, аккуратнейшим образом идем. По идее, здесь должны быть ну, такие лошпеновские демоны, потому что это, грубо говоря, разведка. Вот, кто там? Кто там? Легион. Легион, призрак, суккубы. В общем, вся эта мелочь. Мелочь, просто мелочь, ребят. На выстрел, так скажем. Ну, минотавры там еще что-то могут себе представлять. И остальные без проблем вообще просто разбираются на ура, ребят. Давай, 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 родные мои. Все? Нет, не все, ребят. Вот, я вижу здесь внизу суккубы веселятся, да? Ну, сейчас мы их навестим. Сейчас мы их навестим. Давай, огонь, огонь, снайперы. Почему снайперы не стреляют? Хизер, давай. Ну? Вот, пошло дело. Пошло. Ой, тихо, тихо, не надо су... Это кто это? Это призрак, что ли, балует у нас? Да, призрак балует. Все. Все ведь? Да, отлично, ребята. Ну, так, это плазма. По крайней мере, мы с вами отбили этих разведчиков. Возле базы нашей больше никого не будет. Так, но мне надо другое дело. Ребята, мне надо, как вы помните, два диска получить. Для этого мне придется вот сюда бежать. Блин, как же неохота, а? Погоди-ка, я точно на диски нажал? Диски мне нужны. Да, ребята, диски здесь находятся. Ну что, команда Минотавры, бежим тогда сюда. Бежим, сломя голову. Нам два диска этих по любасу нужно получить. Ближе-то ничего нету, что-то вдаль в какую-то мы с вами бежим постоянно. Ну да, ничего не поделаешь. Сюда идти. Враги... Враги... Блин. Еще и враги близко. На нас нападают? А как так быстро-то? Эй! Так, Легион идет. Здесь Легион. Здесь у нас кто? Здесь непонятно кто. Так, Лина, иди сюда. Так, выходим отсюда. Вот, встаем сюда. Вы будете у меня на прикрытии. Кто там у нас? Дикие ангелы, да? Точнее, падшие ангелы. Дикие ангелы, блин. Какая раньше? Падшие, дикие. Так, Стэн, отходим. Так, отбиваемся от картонахов. Нормуль. Так, здесь демон идет. Демон и картонах. Должны, должны выстоять, ребята. Мы будем вот так потихонечку отступать. Так, 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 так. Опс, готов. Легион. Один легион остался, да? И здесь еще два легиона идет. Ребята, в принципе, в принципе, завалим. Отлично. Так, и здесь два легиона идет. Так, Дмитрий, иди сюда. Будем сейчас бомбить. давайте стреляем. Давайте стреляем. Так, 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 а что-то как-то какой-то урон, блин. Во, шикарно. Ну что, победа, отбили. Погоди, не понял. Ты посмотри. Нифига себе, ребята. Падший ангел по нам стрелял, а я даже этого не видел. Да потому что вот эта вот фигня, блин, очень сильно отвлекает. Я понаставил этих сгоряча построить этот, делать лес, и видите, теперь, блин, и лес вроде бы никто не сажает, блин, и это. А сажать лес, это как у нас там? В приоритетах я уже не помню. Так, давайте-ка посмотрим. Посадка леса, это, по-моему, самое обычное производство, да? А у нас, а у нас нет никого на производстве. То есть, это вот на строительство. Так, хорошо, давайте хотя бы парочку, наверное, выставим, и кто это у нас будет? Во! Вот, это будет у нас Анна, и и кто еще? Ну, да, так, что такое? А, мы дошли с вами до точки. Слушайте, ребят, как будем сами драться или автобоем? Давай автобоем. Тихо, живите, 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 живите. Есть! Мы выжили, ребята! Сколько получаем дисков? Показывай мне диски. Я не понял, а что? А где диск? Какой к чертовой бабушке диск? Это была у нас просто стычка. Ой-ой-ой-ой, блин. Да, я же отметку просто поставил, ребят, на карту. Типа исследовать. И все. Вот это я сглупил, конечно. Ладно, будем надеяться. Следующая заходка у нас пройдет более удачная. Главное, что мы отбили на базе атаку. Остальное, как говорится, все мелочи жизни. Так, ну что, начали лес-то делать? Строительством занялись? Не пойму пока. Так, ладно, давайте еще с вами что-нибудь сделаем. Так, ритуал нам не нужен. Вот, танец дождя. Что, что это зависло? Танец дождя сделаем, и вот, вот это нужно, ребята, чтобы исследования у нас как можно быстрее шли. И вот так вот. Отличненько. Час воскрешения. Апокалипсис обрушил на ничего не подозревающее человечество, не только демонов. Когда врата ада распахнулись, души грешников, преступников и убийц также вырвались на свободу. Когда вы выбрали расположение своей базы, вы понятия не имели, сколько костей было захоронено поблизости, глубоко в полях, под деревьями, холмами, лесами. Теперь мертвые идут вперед. И у ваших людей мало времени, чтобы подготовиться и остановить их. Вы что, серьезно, что ли? А так они ядрить тебя на корень? Ребята, я... Жесть, короче. Ёпрс, ребят, на нас идут вурдалаки, упыри и всякая нечисть. Нам придется с вами сейчас отбиваться. Я даже понятия не имею. Так, это торговец пришел. Как он вовремя? Он всегда приходит вовремя, прям не могу, блин. Слушайте, нам надо было ритуал другой ставить. Ё-моё. Надо было на защиту базы. Скорее. Ну-ка, давай посмотрим. А, она тут еще не закончила. Вот здесь вот, вот здесь вот, по-моему, да, ребята? Вот. Давай, защитную ауру, пожалуйста. Пожалуйста, выучи защитную ауру. Я тебя прошу, кто там у нас... Анабель, давай, давай, успей, пожалуйста. Вот, только уровни получаем. Так, уклонение. Зачем нам уклонение? Может быть, вот так вот оккультные исследования будем изучать с вами? Так, здесь с едой нормуль. Призов бесов это нам не нужно. Так, давай дальше. Тань, задождя. Блин, режим обороны, режим обороны. Успеют ли? Успеют ли? Вот в чем вопрос, ребята, вот эти вот особенно дальние-дальние самые сейчас, наверное, а мы так и не успели, да, изучить с вами защиту базы? Так, на вас нападают. Вооружитесь перед битвой. Уничтожьте всех атакующих. Кто тут у нас? Ёк! Сколько их тут! Блин! Призраки это, ребята, это призраки! Они у нас, да, они у нас стреляют. Ладно, попробуем, попробуем отбиться, они хотя бы ватные, ребят. Жесть. Так. Да ладно! Ух! Ребят, я думал, что это будет просто жесть, а тут обычные призраки. Когда последний призрак возвращается в вечный сон, чувство тревоги наполняет вас. Вы не можете не подозревать, что это был не последний раз, когда некие силы зла приведут мертвых снова в движение. После апокалипсиса мертвых в тысячу раз больше, чем живых. Если хотя бы часть из них проснется, это, несомненно, будет хуже, чем любая орда демонов. Ну и что? Хе-хе-хе, я же их порвал. Так что не надо мне тут ля-ля. Ух! Зачем я в свое время сделал вот это вот, ребята, тренировочный центр? Никто все равно не тренируется здесь. Кстати, еда стала падать, между прочим. Да-да-да. Я это заметил. Слушайте, у нас тыку там сделали. О, сделали, ребята, сделали тыковку у нас. И лес потихоньку растет, который надо будет сейчас, ребята, тоже вырезать, кстати. Сейчас, секундочку. Как у нас там? Вырезаем лес. Вот так вот. Вот так вот. Кто-то там спать хочет уже опять. Давай вот так вот. Весь. Даже маленький, который... Воу, здесь уже прилично так леса выросло. Надо вырезать, ребята, его. Так вот сделаем. Все. О, лес. Глеб просто на удар. Один удар топором и дерева нету. Нормуль так он по древесинке, да, ребят? Хе-хе-хе. Так, я хотел что сделать? Ритуал сосредоточения, да? Это исследование оккультные очки и наши. Наша наука на 40%. Так, 2297 очков. Давайте посмотрим, ребята, что мы с вами можем сейчас в данный момент изучить. Так, оккультизм пока не нужно. Оружие, оружие. Ну, давай посмотрим по оружию. Иерихон, пустынный орел, так, мечи катана. Оружие с тыквой. Тыквенные гранаты. Не знаю, ребят. Рельса, трон. Так, жезл, бой в городе. Так, боевые луки, замораживающий луч. Я не знаю, блин. Что делать-то, ребят? Что будем, блин? Оружие или производство все-таки изучать? Производство мы не сможем с вами. Не сможем, потому что нам нужно данные исследования найти. Причем, два диска. Так, давай глянем, что здесь сигнала. Это понятно. Да, я хотел, кстати, итальянскую кухню, то есть, пасту, выучить. Или же, вот, копить на вычислительный комплекс, ребята. Или вот здесь, на титановую защиту. Слушайте, а я больше уверен, мы даже, если получим, да, вот эту вот титановую броню, надо будет титан где-то брать. А у нас титана, по-моему, нет вообще. У нас есть минералы, есть обсидиант, композит, алюминий, алмаз, титан, всего две. Кстати, а у нас что, снайперские винтовки в запасе есть? Я не понял. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, ребята, у нас есть две снайперские винтовки в запасе. А кто их может носить? Кто-нибудь может из них носить, снайперскую винтовку? Из моих бойцов, я помню. О! Так, это что у тебя там? Штурмовая винтовка. Урон 22. Иди ты в баню, вот это мы с тобой будем носить. Реактивная броня. Давай, Андрей, носи реактивную броню. Нафиг тебе вот эта вот осколочная граната? Выкинь ты ее в задницу кому-нибудь. Вот, носи на здоровье. Так, давай смотреть еще, ребята. Это что? Это что у тебя за броня? Ё-моё. Еще с какого века? Так, побочный эффект неизвестен, да? Ай, фиг с ним, ребят. Так, Макс, снаряжение охотника у него какое-то никчемное. Так, посмотрим. Так, урон 54. Здесь 35. Это что, прикол что ли какой-то? Револьвер Смитта 500. Уровень 4 редкий. А у нас, а у нас необычный. Все равно поставлю пистолет нафиг. Так, а винтовка штурмовая? Нет, штурмовая не надо. Штурмовую можно вот, наверное, здесь урон 35, а здесь урон 22. Нет, нельзя здесь. Давайте тогда дальше посмотрим с вами на наших бойцов. Так, Андрюшка. Григорий, да? Точнее, Георгий. Георгий, Глеб. Он с трансмутатором у нас, Глеб. Так, Рональд. Рональд у нас тоже с Дробашом. Я ничего, конечно, против Дробаша не имею, ребят, но он все-таки для ближнего боя предназначен. А у нас такие демоны сами знаете, что подойдут, мало не покажется. Так, урон 29 здесь обычный, необычный. Ну, вот эта винтовка даже будет лучше. Так, Хайзер у нас, ну, понятно с ней все. Дэвид. Дэвид у нас со штурмовухой. В принципе, ребята у нас довольно неплохо, вооружены, в принципе. Я бы даже сказал, хорошо вооружены. Так, хорошо. Что у нас там по очкам? 2 450, 2 450. Давай еще с вами ритуал на дождик сделаем и на еду. а здесь мы с вами сделаем на да, чтобы нас не видели духи злые. Так, и идем с вами в исследование производства титана. Короче, уговорили, делаем кислоту и и ждем, ждем, ребята, когда у нас накопятся опять научные очки для кухни. Слушайте, мало, по-моему, у нас народу задействовано в плане этого посадки леса. Надо еще кого-то. Вон там чувачок рубит лес. Или же давайте, ребята, все-таки сходим с вами за дисками. Давайте мы еще, как говорится, одну заходочку сделаем. Если нам фортуна улыбнется, то нам повезет. Если нет, то нас расколбасят по-черному. Вот сюда вот. Так, минотавры, вы готовы там у меня? Все целы, все здоровы. Бежим. Бежим, блин, сломя голову. Так, ага. Тут у нас лечи, один легион. Слушайте, а здесь, в принципе, мы должны, если у нас в команде есть снайпера. У нас снайпера есть? Хизер, я знаю точно, она снайпер. В общем, сейчас посмотрим, как тут у нас будут дела обстоять. Ну, давай, автобой, поехали, ребят. Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, еее. Есть, ребята. Сколько? Блин, один диск, один диск, но все равно это хорошо, ребята, не надо расстраиваться. Это очень, я бы сказал, хорошо даже. Так, пускай они бегут. Так, в каждой культуре, в каждой цивилизации с незапамятных времен есть истории о том, что происходит в глубине ночи. Это время мечтаний, тайн и великих деяний, а также великой силы для тех, кто достаточно храбр, чтобы овладеть ее. Древние называли это колдовским часом. Вы можете чувствовать, как в воздухе струится энергия. Все кажется острым, металлическим. Здесь сейчас есть потенциал настолько мощный, что вы можете почти дотянуться и прикоснуться к нему. Он грозит сжечь каждую клетку вашего тела. Он обещает превратить ваших врагов в пыль. Колдовской час настал, и он сметет вас. Да что ж такое? Что ж все против меня-то, е-мое? Что там опять? Заметно? А, ну нормально. Так, колдовской час. Скорость ритуалов плюс 50 процентов. Ребята, скорость ритуалов. Оуу, это же... Это очень хорошая возможность, ребята, нам с вами заказывать ритуалы. Давай дождь. Так, давай ритуал сосредоточен я, естественно, ребята. Как же без этого? На 50 процентов. Нифига это скорость какая. Смотрите, ребят, просто... Со скоростью света шпарим. Так. Это очень даже хорошо, ребята. Так, дождик пошел. Так, уровень кто-то получил. Гонец, запрос ресурсов. Что ему нужно? Ему нужно лекарство, ребята. Давай, поможем. Они нас отблагодарили. 540 лома нам дали. Так, оружейник. Редкое огнестрельное оружие, да? Снайперская винтовка. Это кто, ребята? Это Сэм. Это у нас Сэм. Секунду. Ищем Сэма. И для чего, ребят? Для того, чтобы ему дать в руки снайперскую винтовку. Вот он. Снайперскую винтовку, а у него трансмутатор. Никаких, блин, трансмутаторов. Носи снайперскую винтовку. Нам нужны дальнобойщики. Ну, в плане дальняя атака. Дальнобойщики. Отлично. Так, смотрите, здесь уже лес довольно неплохо посадили. Все равно это все на вырезку у нас пойдет. Так, глину. Глину мы, ребята, по-моему, нашли. Давай еще сделаем. Пускай ищут. Здесь мы сделаем вот так вот. Изгоняем, как говорится, зло от нашей базы. Здесь, опять же, на то, чтобы не хотели кушать и на ритуалы. Отлично. А вот, ребята, и глинушка. Вот она и глинушка. Так, подожди. Ай, не то, не то, не то. Нажал, ребят, вот. Оп. Только уровни получаем, ребят. Только уровни. Так, что это такое? Сосредоточенность, да? Скорость. А, ну понятно. Так, темное оружие. Редкое оккультное оружие или же способность чары. Чернокнижник. Да ну-ка нафиг твой чары эти. Так, кто нам нужен? Урон. Урон плюс 5%, да? Я думаю, будет нормуль. От урона я еще никогда не отказывался. Что-то у нас поле-то сделали, второе тыквенное сделали, ребята. Поэтому я думаю, что надо еще сделать. Так, мы сделаем это вот таким макаром. Ну что такое опять колдовской час? Мир был особенным. Каждый цвет, стойкий вкус. Каждый звук, мощный запах. Реальность подчинялась вашей воле. Мир был особенным. И это было не так. Теперь все плоское, бесцветное, унылое. Ваши люди вздыхают с тоской и утратой, прежде чем встряхнуться и попытаться вернуться к прежней жизни. Это будет непросто. Они задолбали этим, блин, хэллоуином колдовские часы свои тут выставлять. Не так хреново здесь живется. Они меня еще тут будоражат. Так, Стэн, а почему у тебя броня такая... Блин, действительно, ребят, почему такая дерьмовая броня у нас стоит? Нам надо, кажется, что-то нормальное заказывать. Где у нас нормуль? Отличная броня. Так, производство... Подожди. Подожди-ка, подожди-ка, где у нас... Где у нас производство-то идет? Вот. Вот производство. Чего не хватает? Первичной материи, обсидианта. Ну, это как всегда, ребят. Деяние друида. Так, а вот здесь все нормуль. Яд демона. Способность взрыв души. Давайте, наверное, мы с вами... Так, здесь не хватает композита. Вот так сделаем с вами, да, наверное? Так, а что у нас тут еще? Ну, в принципе, больше ничего такого хорошего я здесь не вижу. Конфетки, вот. Мутная компашка, понятно. Да что ты меня отвлек там? Так, в производство, да, ребят? Конфеты их зваю. И что они делают? Они ничего не делают вообще. Просто конфетки и все, ребят. Их можно продать, якобы. Понятно. Так. Так, у нас с вами оккультные очки, ребята, подросли, я вижу. Тысяча... Тысяча триста. Ага. Ну-ка себе, что мы можем приобрести? Блин, смотри-ка, прикольно. Заблудшие души. Ну, здесь очень много нужно очков. Так, вот здесь. Ай, опять нам, блин, не хватает диска, ребята. Реликварий. Влить кристалл душ. Может быть, вот это, ребята, изучите, а? В ближайшее время. Диск один нужен всего. Ну, я, короче, делаю, ребята, еще одну заходку за диском. Потому что нам в любом случае нужен диск. Так, давай посмотрим вначале, кто здесь у нас. Так, ага, ага, ага. Нет, как-то не ахти. Блин, тысячу, по-моему, больше, да? Блин, церберы эти. Ладно, ребята, рискнем, рискнем. Побежали сюда. Если у нас все получится, будет хорошо. Так, во время... Ой, минотавры. Стычка с минотаврами. Ну, это, ребят. Все, что ли? Смешили, блин. Да, понятно, что победа за мной здесь. Так, требуется помощь. Еще один выживший, ребята. Блин, где он? Где выживший? Вот, он как раз здесь рядышком, ребят. Поехали спасать. Ой. Понятно. Да, епрстэ, ты посмотри, да? Слушайте, хреново дело. Пришел, называется, спасти выжившего. Да как они могут, блин? Я не понимаю, ребят. Ну, как? Маракс идет. Мне даже уже Маракс кажется ребенком, блин, по сравнению с этим, с Беллиалами и всякой ерундой. Док, да отойди ты, блин. Так, скорость увеличивает, Док. Воу, 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 воу. Димар, кто это? Это кто? Да что же это такое творится-то? Ребят, это нереально. Они вообще откуда взялись-то? Вообще непонятно. Просто из ниоткуда взяли и появились. Короче, ребят, не обессудьте меня, но извините меня, 20 попыток пройти, спасти заложника ни к чему не привели. Поэтому я возвращаюсь обратно на базу. Жесть. Да просто невозможно, ребята, там было. Такой расколбас. Жуткий просто. Так, ритуалы. Давай ритуалы выучим. В общем, те монстры, те демоны, которые сейчас в данный момент на меня нападают, это уже из, скажем так, следующего поколения. У меня броня и вооружение, ребята, для этого не приспособлено. Вот в чем вся проблема. То есть мне в любом случае нужно раскачивать. Раскачивать что-то такое хорошее и новое, современное. Потому что, ну, с этим барахлом уже, извините меня, я не могу стрелять и защищаться как-то. Так, Дмитрий. Дмитрий, чтоб тебе, Дмитрий, изучить. Скоро движения. Давай так сделаем. Плюс 10% фиг с ним. Так, этот лес-то почему не вырубаем, я не могу понять. Его надо вырубить. Весь на корню. Так, заметность базы минус 25%. Дождик. Скорость передвижения. Так, не хватает ресурсов. Вот так вот сделаем. Ну что, ребят, наверное, мы сейчас с вами атаку эту отразим, если отразим. И, наверное, будем закругляться. Смотри, как лес врубает просто в секунды. Был и его не стало вдруг. Где лес? А, фиг узнает, где лес. Нету? Его и не было, как будто бы. Так, ритуалы. Начали, ребята. Так. Давай вот это вот выучим. Успеем? Нет. А, не успели. Не успели. Так, это кто у нас там? Дмитрий, блин. Дмитрий, ты будешь... А, Дмитрий у нас, ребята, не успел, к сожалению, убежать. Так, кто там у нас? Кто там? Я не могу понять. Сукуп. Диман такой. Один там, блин. Так, картонах минус. В принципе, здесь есть, ребята, вероятность отстоять. Падший ангел, картонах. По крайней мере, здесь нету этих белиалов и так далее и тому подобное. В кого стреляет? Так, давай, 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 давай. Отлично. Минус. Так, идет легион. Давай вот так сделаем. Бау! Так, подлечимся. А, еще один легион идет, да? Ладно, давай. Пускай дует. Сейчас мухана. Все, ребята, остался лишь падший ангел здесь у нас. Мы его сейчас убиваем и, в принципе, атака на базу отражена будет у нас. Да? Нет? Аааа, понятно. Ой-ой-ой, Дебора, убегай! Фу ты нафиг. Еле-еле, ребята, успел. Увидел. Так, давайте валим. Ну, такие вот говнюки, ребята, стоят издалека и бомбят. Отлично. Главное, что справились. Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы с вами будем закругляться. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Будем продолжать развиваться, выживать. Блин, в этом, черт подери, суровом и жестоком мире. Итальянскую кухню, ребята, мы с вами выучили. Наконец-то. Наконец-то у меня, ребята, будут чувствовать себя людьми. Это спагетти, соус и так далее и так подобное. Ой, смотрите-ка, сколько здесь всего. Так, сейчас я... Так, команду дам, ребята. Вот так вот. Все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok